Приветствую всех, кто взглянул ко мне на канал, снимаю видео об уходе на август месяц. Давненько я не снимала данную рубрику и давайте посмотрим, какие продукты я выбрала на данный период. Начинаем, как всегда, со средств для волос и два таких специальных средства, которые у меня подсостоялись, но я думаю, обязательно должны уйти в пустышки в этом месяце. Это, во-первых, вот такой тонирующий продукт от Joana Professional Color Boost Complex. Здесь осталось буквально на донышке. В ближайшее время хочу записаться в салон, осветлить корни. Ну, а потом хорошенько протонируюсь, как я обычно всегда делаю. Так, и второй продукт – это скраб для кожи головы от натуры Сиберика с вулканической глиной. Такая вот баночка. Дело в том, что в июне нас не было. В июле у нас на довольно длительное время отключили воду, и хотя первое время работал бойлер, я все равно старалась воду экономить. Вот, поэтому здесь, опять же, не так много, и тоже, я думаю, в этом месяце его закончить. Теперь давайте я вам покажу, что поставила для своих мужчин. Обычно я этого не делала, но как-то в этот раз вытащила буквально все полочки из душевой. Поставила буквально недавно клея «Скальпфуд» шампунь против перхоти «Детокс Сила роста» с минеральной глиной и розмарином. А для дочки шампунь «Кря-кря» для девочек, который идет 3+, с классическим ароматом и витамином F. И вы знаете, как-то мы попользовались первый раз, и мне не понравилось. Потому что обычно на волосах моей дочки все продукты пенятся хорошо. И уходит всегда небольшое количество. Средство здесь же мне показалось, что расход идет большой. Я не знаю, почему, с чем это связано. Да, аромат приятный, но пока в целом как-то впечатление не очень. Но оно первое, поэтому еще не окончательное. Далее, что я поставила. Ну, в основном будем считать, что для себя. Это шампунь от «Эвелин Косметикс» линейка «Фуд Фухая». Укрепление, предотвращение, выпадение с кофе, перцем, гуараной. Желтый, соломенный, хорошо пенится, неплохо промывает волосы. И больше всего, что мне здесь нравится, аромат. Это реально вот прям кофе такой с горчинкой. Очень люблю. Шампунь от «Эвелин Косметикс». В данный момент я использую «Парнас». Вот такой масочкой от «Калос» с бананом. Я ее уже похвалила в покупках, поэтому, пожалуй, останавливаться не буду. Тем более, как видите, она у меня сейчас автоматом попадает в пустышки августа. Ну и как только эта масочка закончится, я ставлю ей на замену маску также от «Калос» с шоколадом. Да, из свежих покупок. Следующая пара – это «Фаберлик Суперфуд». С авокадо. Йогурт для волос объемом. Так, по-моему, 150 мл. Он идет, он небольшой. Да. И к нему такая же маска. Вы знаете, один раз использовала, и я была, ну, наверное, удивлена, потому что ждала я худшего. Что касается йогурта, то он представляет собой крем, и априори, да, он должен не сильно пениться, но когда ты переходишь с такого продукта, допустим, как «Эвелин Косметикс», да, шампуня, то хочется пены больше, и ты начинаешь как-то добавлять, добавлять, и я стараюсь себя сдерживать. Вот. И что касается маски, я тоже удивилась, потому что у меня была такая маска из этой линейки с ягодами «Оса», и я ее очень ругала, мне и консистенция не понравилась, и действие не понравилось. А вот здесь как-то все сложилось, я не знаю, то ли они настолько хорошо друг друга дополняют, потому что вот этот йогурт промывает мягко, от маски не требуется какого-то заоблачного результата, и в целом он как бы неплохо, но давайте посмотрим на маску, она такая довольно-таки плотненькая, свежий, приятный аромат, так что пока да, я прям довольна. И еще одна пара, это «Косме», во-первых, шампунь с органовым маслом и жасмином, с очень приятным ароматом, и добавляю этого же производителя на другую линейку, бальзам, кондиционер с аргинином. Обещает он выпрямлять волосы, а также укреплять. Теперь, что касается несмываемых средств, то здесь пару от «Косме» я дополняю сывороткой этого же производителя. Так, а что у нас здесь на русском что-нибудь есть? Профессиональная сыворотка для волос с эффектом восстановления структуры, с маслом ослиника. Так, ну и параллельно продолжаю использование «Ботаник Терапи» масло для гладкости и сияния. Это органовое масло с экстрактом камелии для тусклых, непослушных и длинных волос. Ну и еще один продукт, да, в довершении для волос, это «Кимсука» спрей, который не содержит алкоголя. Троечка. И что касалось волос, это все. Теперь давайте посмотрим на гели для душа. Итак, что попало в мою выборку в этом плане на август? Ну, во-первых, продолжаем использование чистой линии розы и семь масел. Гели от «Палмолев» заканчиваю «Роскошь масел» с авокадо и ирисом. Видите, здесь осталось у меня на одно применение. Следующий гель из линейки «Натурель», тоже «Палмолев» с витамином С и апельсином. И своим мужчинам я поставила «Палмолев Мэн» «Освежающий северный океан». Тоже как-то ранее не показывала, решила, что, пожалуй, покажу. Что касается кофейного геля, который обязательно у меня должен присутствовать в душе, то здесь у меня выступает «Джоанна» и даже не гель, а масло такое двухфазное. И тоже, я думаю, будет уже у меня в августовских пустышках. «Парфюм Ледженд» «Бонбон» Это гель для душа с ароматом вот этих глазированных конфет. От «Фрэш Джуз» я поставила «Лакват» и «Абрикос». Продолжаю также использовать «Джонсонс» с «Софт энд Энерджи» с арбузом и розой, такой абсолютно летний, свежий. Еще один гель, который подходит к концу, это «Камиль» с шиповником. Тоже здесь на один-два раза осталось. Так как душа просит бананов, прямо у меня банановое настроение в этом месяце, то я взяла «Планету Органика» с кокосом, с кокосовым молоком и бананом «Фиджи». Остался, но еще прилично. Еще один абсолютно летний гель, на мой взгляд, это «Котташ» с кокосом и ананасом. Тропический, вкусный. «Секреты Будуара» с ароматом зеленого яблока. Правда, здесь не только зеленое яблоко, тут как бы много всего, целая фрагрантика. Но вообще ароматы у «Секрета Будуара» довольно-таки тихие. И несколько гелей от «Фаберлик». Именно пять. Ну, во-первых, это, опять же, «Суперфуд» ягода «Асай». Это моя любимая линейка «Бонжорная» «Мехико» с ароматом голубой агавы и с тростоцветом. Вообще, очень нравится этот аромат. Парфюмированный гель «Шершель Афам». Парфюм закончился, я решила, что гель нужно тоже закончить. Он, наверное, будет стоять до упора. Пока полностью не использую. Так, и еще два геля. Это линейка «Бьюти Кафе» «Мятный шоколад». И еще один гель, который хочу вывести, он тоже с шоколадом, но несколько другого рода. Это «Фаберлик Спа» «Дары Майя», «Шоколадный крем-гель для душа» с маслом какао и «Иланг-Иланг». Что касалось геля, это все. Еще вот такой флакончик от «ФА», но его я использую исключительно как средство для бритья. Крем-мусс, маслом миндаля и ароматом магнолии. Неплохо, но аромат у смузи малинового от «Невея» мне нравился больше. Теперь что касается жидкого мыла. Итак, на кухне я сейчас использую, уже использую, часть отлила, пену для ванн, душевное равновесие. Ну, то есть использую в качестве жидкого мыла. Вообще, это аромат луговых цветов, трав. Я чувствую здесь ромашку, чабрец, тысячелистник, но не в чистом виде, вот как он встречается в природе, а немножко он такой с мыльным налетом. То есть вот как бы пах кусочек мыла травянистый, да, или кусочек мыла с луговыми травами, цветами и так далее. Далее, в санузле у меня сейчас стоит мыло, чистая линия, роза и хлопковое, молочко. В ванной комнате ирис и пять масел, также чистая линия. Если мне не хватит, я имею ввиду ирис и пять масел, а мне скорее всего не хватит, потому что в ванной комнате у нас быстрее всего мыло расходуется, то я уже приготовила вот такое мыло от Малезия с органой и ванилью. Роскошное. Ну и еще мне понадобилось одно мыло в душевую, когда приходим с прогулок, чтобы вымыть ножки. Для этих целей я выбрала Фаберлик, Флёрт и Прованс, жидкое мыло, ну, для рук, правда, но для ног оно тоже прекрасно подходит из-за отдушки с лавандой и мартелем. Оно такое свежее, с горчинкой, в общем, то, что надо, чтобы ножки освежить. Теперь, что касается скрабов. Выбрала я два на август. Первый скраб, который я выбрала, это Деликея сахарный кофе. Здесь не хочется остановиться и сказать огромное спасибо Ирочке, канала Ришка и Спензе, что она меня с этим скрабом познакомила и передать ей огромный привет, если она меня увидит. Итак, во-первых, очень порадовала текстура. Посмотрите, насколько он плотный. Знаете, напоминает то ли халву, то ли щербет. Вот первое время, когда я его только открыл, набирал на пальчики, он аж хрустел, вот так вот скрипел. Второй момент, это, несмотря на то, что здесь в качестве скрабирующих частиц идут сахарные, да, обычно более жесткие, именно солевые, так вот, скраб такой достаточно жесткий и может прям кожу проскрабировать очень хорошо. Ну и аромат, это вообще отдельная песня. Вообще, из баночки он звучит, ну, да, ну что-то кофейное, не горький кофе, это именно кофейный десерт, что-то такое сливочно-молочное с хапелькой кофе, но как же он красиво раскрывается в душе, вот действительно, прям, он становится каким-то более изысканным, таким, более вкусным, так что скраб меня прям очень удивил. И второй скраб буквально час назад у меня претерпел апгрейд, это Хамам Органик Ойлс от Чоко. Скраб для тела с разогревающим эффектом, белый шоколад, корица и красный перец. Значит, в качестве основы здесь был, да и есть, собственно, такой жиденький крем с небольшим количеством скрабирующих синтетических частиц, что я сделала, я его частично использовала, да, чтобы баночка была посвободней и добавила сейчас отработанный кофе из кофемашины. Посмотрите, во что он превратился, да, ну, мне кажется, он стал гораздо лучше, да, во-первых, он будет сейчас лучше скрабировать за счет того, что кофе здесь приличное количество, во-вторых, нисколько я не испортила его аромата, даже наоборот, скажем так, доработала, изначально он имел корично-перичный аромат, сейчас сюда добавился кофе и получилось очень даже гурмански вкусно, ой, прям вот, натуральный кофе шикарно, он ничего никогда не испортит, я больше чем уверена. Ну, и что касается разогревающего эффекта, да, он есть, действительно, поэтому работать с ним нужно крайне аккуратно, жжет он неплохо, особенно, если попадет куда-нибудь на деликатную зону. теперь, что касается деликатных зон интимной гигиены, у моих мужчин сейчас стоит в использовании Зая, да, это специальная средка для мужской интимной гигиены, а у меня, ну, и дочку со мной параллельно используют, во-первых, заканчиваем мы мусс для интимной гигиены от Фаберлик, покажу, сколько осталось, вот столечко, и как только закончится, ставлю в использование царство ароматов ванила, защита плюс комфорт с молочной кислотой, я начала этот продукт использовать в Анапе, здесь примерно вот столечко сейчас, я не люблю, когда у меня в запасе стоят продукты уже начатые, поэтому, конечно же, спешу его поставить, ну, и что касается ухода за полостью рта, заканчиваем мы зубную пасту Colgate Dettel Love, вот эту гелевую, здесь очень большой объем, хорошо пенится, поэтому расход небольшой, да, и хорошо освежает, ну, более подробно в пустышках, знаю, я ставлю зубную пасту пью оба президент, чайное дерево, с натуральными частицами чайного дерева для бережного очищения, гелевая такая, зеленая, так, ну, и потихоньку, полегоньку использую, только я не снискала эту зубную пасту, слава в нашей семье, это гомеопатическая зубная паста Rose Rio, с розой, дело в том, что она вроде бы освежает неплохо, но она имеет очень насыщенный вкус розы, и вот не то, что освежает, а вот рот от нее буквально немеет, вот это чувство всем не нравится, сын особенно высказался, в эту пользу, что как-то ему не очень, вот поэтому я потихоньку, полегоньку, в основном на ночь стараюсь ее использовать, так, прошу прощения, у нас тут вдруг в час ночи салютно рисовался, бывает такое, так, ну и в качестве ополаскивателя, для полости рта я продолжаю использовать Beauty Formos, это у нас Nature Fresh, с лимончиком, да, с маслом лимона, давайте я вам покажу, вот такой интересный цвет, вот видите, такой желтенький, ярко-ярко-желтый, пахнет действительно лимончиком и послевкусие лимонных леденцов, правда не очень сладких, что касается освежения, оно весьма посредственное, ну, максимум там минуты на 2-3, а так в основном повторюсь, это лимонные леденцы, ну и конечно же благодаря этому не жжет, да, ротовую полость не разъедает, это что касалось, скажем так, мыльного, теперь давайте перейдем к уходу за телом, так, девочки, уход за телом и молочко и крема, который я подобрала, конечно же старалась, комплементарный к тем гелям для душа, продолжаю использовать чистую линию роскошный уход, это у нас с розой и опять же 7 ценных масел, и надо заканчивать фитобальзам, упругость и питание с ирисом, с ирисом, дальше, что касается кофейных гелей, шоколадных и так далее, то здесь я буду добивать комплимент, обязательно банановый лосьон для тела от Эйвенке, также из линейки Нейчерлс тоже от Эйвен розовый грибфрут и мята, и тоже Нейчерлс искушающая клубника и белый шоколад, теперь, что касается ухода за проблемными зонами, здесь я использую с баночками вакуумными масло от зеленой аптеки, антицеллюлитное, и еще поставила сейчас в использовании их чередую Бесу, упругость и детокс с соком ананаса, маслом кокоса, лимонграсса, а также кофеином, выравнивает и модулирует. Теперь, что касается дезодорантов, здесь у меня их два, во-первых, будет свежий белые цветы Ильичи от Рексона, и пытаюсь добить просто ужасный дезодорант от Эколейтер нежный уход с розой, почему он ужасный останавливаться не буду, очень надеюсь, что в августе попадет в пустышки и там я буду очень сильно на него ругаться. Так, что касается ухода за руками. Начну со скраба бархатной кожи от Кафе Мими, который я поставила недавно с орхидеей и маслом кокоса. Знаете, покажу его текстуру, но честно, скраб для рук ни о чем. Видите, это крем очень жиденький, маленькое количество, малое количество скрабирующих частиц. Вот, я думаю, все видно, а пахнет все это дело тропическими фруктами. Манго, ананасом, но орхидеи и кокоса, на мой взгляд, здесь нет. Кремы для рук. Ох, здесь девчонки собирала со всей квартиры и поняла, что очень много. Я же за голову взялась. Нужно, конечно, методично добивать, но мне нужно, чтобы в каждой комнате, в каждой зоне, наверное, где я чаще всего бываю, стояли кремы для рук. Итак, поехали. Кафе Мими, дамасская роза и масло Ши. Эйвенке с розовой водой и тоже маслом Ши. Пахнут они совершенно по-разному. Аура, бьюти с лавандой. Далее, Дольче Милк, зеленый чай. Потом ароматный чай от Иф Роше я также открыла. Не веет цветок Сакуры. Вот она еще, крем-маска от Кафе Мими. С дамасской розой и маслом какао. Ну, я весь наборчик сразу открыла. И пока еще не добила. Добила только скраб из этого набора. Так, на случай, что называется, каких-то таких проблемных моментов, когда ручки шелушатся, когда они сохнут очень сильно. Но обычно это бывает после какой-то генеральной уборки и большого количества используемой бытовой химии. На этот случай у меня Доланда Олив. Очень плотный крем. Чуть-чуть осталось. Думаю, во вкусе он мне уйдет. Потому что как раз планируется большая уборка. Так, ну, такое баловство, мое самое любимое крутифрути с грушей и клюквой. На ночь я использую Дармаколь черная черешня. Ну и крем, который сейчас бросила в сумочку, это и фраше, лотос и шалфей. На лето как раз он такой практически нейтральный, свежий. Так, теперь что касается ухода за ногами. Для ножных ванн я использую соль Олиас с эвкалиптом. В качестве скраба продолжаю использовать от органики китчен латте кофе с собой. Пожалуйста. Ну и кремы. Здесь у меня тоже такое приличное количество открыто, как я обнаружила. И надо потихонечку добивать. Скоро закончится Баллеа. Белла Чао с ароматом грейпфрута и мяты. Лаванда бальзам для ног тонизирующей. Это у нас Хербл Энд Дерма фирма. Тоже здесь немножко осталось Фаберлик проноги. Ночной крем комплексный уход 5 в 1. Ну и роза 3W Клиник. И еще также в этом месяце я планирую устроить своим ножкам пилинг хороший и для этого дела выбрала маску от рецептов Молли. Наверное, так правильно, да? Рецепты Молли с розой. И уход за телом на этом все. Давайте перейдем к уходу за лицом. Итак, что касается очищения. Здесь сейчас у меня в использовании в качестве мицеллярной воды свежесть розы от Лепетия Марселье. Видите, какое количество осталось. И я думаю, что до конца месяца мне ее не хватит. Поэтому я приготовила уже мицеллярную воду на замену. А именно это Swiss Image освежающая мицеллярная вода 3 в 1 для комбинированной и жирной кожи. Поставила новое молочко и усиленно стараюсь его быстренько вывести. Это опять же Лепетия Марселье сияние абрикоса тающее молочко для снятия макияжа. Так вкусно пахнет. Еще мне нравился этот тип ухода. Было бы вообще замечательно. Аромат правда классный. Прям такой вкусненький абрикос. Теперь что касается средств для умывания. Итак первая умывалка что называется ленивая когда мне не хочется заниматься многоэтапным снятием макияжа тогда у меня идет вход чистая линия гель-пенка для умывания два в одном очищение и снятие макияжа. Такое количество Следующая умывалка из разряда посредственных обычно такие я ставлю в душевую кабину на случай если я вышла из душа меня что-то не устраивает я пошла еще раз умылась и это Граньерский Нечерл с основной уход с розовой водой. Следующее средство у меня идет скажем так в течение дня потому что порой когда не наносишь макияж сидишь дома занимаешься чем-то на кухне порой хочется и в течение дня пойти умыться и в этом случае использую комплимент розовый щербет гель-умывания с ароматом розы очень густой но порой я также могу это средство использовать и по утрам а так обычно по утрам я сейчас использую медформулу от дома природы натуральный гель-умывания с грязью Сакского озера с экстрактом листьев айвы для жирной кожи ну а вечером само собой пенку корейскую чтобы кожа скрипела и это шайн 3 с лимоном на какое-то время я ее отставляла и сейчас опять вернула ну и такое средство для умывания что называется не на каждый день периодически примерно это 2 раза в неделю я имею ввиду Уктан от Скифи смесь для умывания для жирной кожи давайте на нее посмотрим хотя я в прошлых покупках ее показывала вот такая мучнистая смесь с ароматом ржаных отрубей что касается состава то здесь идет рисовая мука ржаная ячменная также картофельный крахмал пшеничные волокна зеленая глина шалфей лист грецкого ореха развожу водичкой и наношу на лицо массирую заодно знаете такой неплохой пилинг эффект оставляю примерно на минуту а далее смываю в результате кожа с ровным тоном излишки себума впитываются да и кожа такая заматированная плюс еще гладенькая потому что как я уже сказала небольшой пилинг эффект присутствует вот так же иногда могу использовать в качестве маски но тогда уже развожу гидролатом и оставляю где-то минут на 5-10 так и раз я заговорила про пилинг то здесь у меня остается скраб от гринова мятой календула использую редко поэтому идет очень медленно ну и в качестве пилингующего средства это комплимент пилинг скатка папайя микс тонизирование утром в качестве тоника я использую гидролат от крымских сказок зеленого кофе с ионами серебра обалденная штука во-первых очень классно ярко пахнет кофе самым настоящим и вообще сам аромат придает бодрости сил радости также по действию неплохо тонизирует снимает отечность хорошо увлажняет так что наношу и сразу после него могу нанести крем так как сейчас ну как-то сыворотки я стараюсь не использовать потому что ну лето жара и я как бы сейчас не хочу многослойности какой-то уходит так а вечером я использую в качестве тоника крымскую розу тоник соответственно розовый так еще сейчас я поставила в использование термальную водичку альпийскую от планеты органика свежесть и увлажнение гипоаллергенную поставила ее на кухню ну знаете так в течение дня лицо освежить но вообще осталось не в восторге от состава об этом я говорила в покупках поэтому сейчас не буду останавливаться поэтому решила побыстрее ее извести теперь что касается сывороток здесь я периодически на ночь использую когда появляются на коже какие-то проблемы дом природы натуральный аквагель с вытяжкой из грязи сакского озера она кстати очень хорошо личико подсушивает вот и поэтому я стараюсь использовать парно то есть сначала данное средство а потом крем увлажняющий для век я сейчас заканчиваю от комплимент заполняющий гель филлер для области вокруг глаз эксперт плюс осталось немножечко я думаю видно и как только он подойдет к концу ему на смену я поставлю сыворотку экспресс с морским коллагеном это у нас производство скифия крем для лица и как ночной и как дневной у меня сейчас идет опью 18 фреш подходит для жирной комбинированной кожи просто прекрасен на лето я считаю полностью удовлетворяет потребности моей кожи я вам покажу нейтральный по аромату очень легкая текстура быстро впитывается матирует увлажняет не жирнит замечательно для век по утрам у меня идет крымская роза гель и вечером кокосовый крем от Evelyn Cosmetics для зоны шеи и декольте использую Lepetimor Slye с розой начинала я его использовать весной в качестве крема для лица он неплох он кстати не утяжеляет не жирнит не грязнит хорошо впитывается но вот я поставила в использование опью и поняла что он лучше поэтому решила спустить его на зону пониже собственно что сейчас и делаю пахнет он замечательный действительно розой следующие продукты которые я вам покажу это такая свинка которую мне подложил Watson прислал он мне 3 средства в качестве подарка честно лучше бы не прислал потому что у меня теперь лишняя головная боль как это все дело вывести сроки просто горят я говорю про 7 days и здесь у меня ночная маска для лица успокаивающий гель для кожи для лица я так понимаю что эти два средства я буду выводить на шею и зону декольте ну и больше всего меня наверное интересует увлажняющий BB Fluid сияние давайте сейчас откроем и посмотрим что он из себя представляет в общем насколько успею да ну столько и изведу а так вообще хотелось ну не хотела сама использовать думала подарю кому-нибудь а потом ну как вот такой подаришь когда тут сроки просто кошмар какой-то он с розовым подтоном о боже ты мой я уж прошу прощения мой мне совершенно не нравится как он впитывается что-то катается катается ну да придает такое небольшое жемчужное сияние ну попробую не знаю что получится делать нечего хочешь не хочешь а надо выводить и изводить так теперь мы переходим давайте еще покажу патчи тут я продолжаю использовать гидрогелевые от элемент с розой показывала их поэтому не буду останавливаться и иногда чередую их с жидкими патчами от 100 рецептов красоты личи энергии сияния маски маски в тубах здесь я решила заострить свое внимание в качестве баловства эйвенке маску пленку с огурцом алоэ маска что называется омолаживающая для смягчения кожи для тонуса это маска шоколадница от крымской розы антиэйдж подходит для нормальной жирной кожи в качестве очищающей я буду использовать чистую линию глиняную и плюс там еще хвойное масло идет следующая маска это еще одна ну скажем так кот в мешке которого я обнаружила когда сейчас переписывала сроки годности своих покупок это маска лепетимарселье видимый эффект за 60 секунд использовать в душе с детокс эффекта сроки невелики поэтому решила сразу же поставить в использовании ну соответственно буду использовать в душе так масочка на случай когда нужно быстренько проснуться которая хранится у меня в холодильнике сейчас у меня это фруктовый лед от органи китчен давайте я вам покажу такой вот желтенький гель пахнет очень вкусно такой аромат мяты и лайма ну и маска ночная это урьяш не буду на ней останавливаться тогда расскажу свое мнение в пустых баночках ну и то что касается масок в сашетках рыбканевых что я выбрала во-первых это кафе мими линейка суперфуд томат и шпинат морская пена очищающая пузырьковая с корейскими водорослями это у нас эйвон также эйвон я хочу использовать маску для губ медовый поцелуй из линейки нутроэффект это здоровое сияние с экстрактом гриппфрута от скинлайт двойная маска для т-зоны и у-зоны соответственно с зелеными и красными водорослями маска очищающая от опью с глиной от меринэ медом маска с розой от куберлик джусики микс микс детокс с экстрактом винограда не первый раз показываю это шери каркаде чай чайная церемония индия балансирующая маска для комбинированной жирной кожи анимаска от этюд органикс леопард питательная и еще одна масочка это хц маска с коллагеном омолаживающая так и это все весь уход на август который вы видите перед собой всем большое спасибо кто был со мной всем пока до новых видео до новых встреч